И всем привет! Патч 3.14 ПТУ и наконец-то я смог это сделать. RSI Constellation Taurus. Чисто грузовик за 150 баксов. Правда, когда он выйдет на лайф, он по-любому подорожает. Один из реально давно ожидаемых кораблей у многих игроков, особенно кто любит поторговать, повозить грузы. Вот это по сути прямой из конкурентов Freelancer Max. Хотя на данный момент, по-честному, я уверен, что это уже не конкурент, потому что по цене немного он подороже получается, но возит он вместо 120 ящиков, как у Freelancer Max, эта туша будет возить 176 ящиков. Ну что ж, пойдем поподробнее. Рядом стоит Андромеда. Специально поставили, чтобы вы увидели разницу. И вот он, Таурус. Вы гляньте, какой. Длинный, блин, скотина. Прямо вот реально. Он длиннее, чем все стеллы. Причем, смотрите, прям длина такая хорошая, прям жопа такая прям вытарчивает. И его сразу, как вы видите, отличие, помимо длины, то, что у него нету корабля, как там, паразита, скажем так. Вот если во всех стеллах имеется Мерлин, который сзади вот так вот приштыкован, здесь ничего. Здесь совсем другой отсек. И даже снизу вы видите разницу в грузовом отсеке. Намного больше. Ну что ж, пройдемся по внутрянке. У Тауруса два кулера второго размера, два пауэрпланта второго размера и щит третьего размера. Вот это уже приятно. Потому что ранее, ну, к примеру, аналог возьмем, гусеница Дрейка Терпиллера. У этого корабля тоже третий размер. Теперь уже, кстати, два в 3.14 переделали. Один щит третьего размера, ну, так надо еще постараться пробить. И теперь стелла будет жить с третьим размером щита. Это прям реально приятно. Как бы если на тебя нападет какой-нибудь маленький торгаш, а в 3.14 полностью поменяли вообще, по сути, всю боевку, ты реально будешь жить. То есть тебя убьет либо организованная группа пиратов, ну, либо какой-нибудь бомбардировщик, который тебя торпедами закидает. Но это уже совсем другая история. Вот. Далее. По пушкам. Четыре пушки четвертого размера. Гембальные. Можно поставить пятерки. Учитывая, что вот эти вот пушки стоят на движках сверху и снизу. Кстати, вот так вот. Смотри, какая посадочная зона здоровая. Звездануться можно. Учитывая, что движки немножко подворачиваются, когда ты ведешь огонь. Они как-то центрируют твои пушки. Сюда реально пятерки можно поставить. Это очень большая убойная сила. Прям приятно. Вот. Сверху здесь выезжает турель. С двумя двойками. Я ее вам отдельно покажу. Но. По вооружению. Как вы видите. У меня открывается только верхний отсек ракет. С двумя... Двадцать четыре ракеты второго размера. В то время, как у Андромеды на тему ракет. Куда дело посерьезнее. Потому что также двадцать четыре ракета второго размера. И дополнительные боковушки. Еще двадцать с хреном ракет первого размера. У Тауруса этого, к сожалению, уже нет. Но он и по цене, во-первых, меньше. И, во-вторых, как бы у него предназначение не такое мультифункционал, да, как Андромеда, наш аналог. А именно чисто торговля. Ну что ж. Пойдем посмотрим, что есть внизу. Кстати говоря, здесь добавили дополнительные всякие тыкалки и так далее. И что меня интересует. Во-первых, мы можем отдельно теперь открывать Cargo Bay. И вы надпись посмотрите. Cargo Bay Eject. Мы сможем сбросить целиком весь груз. Когда-то. Что думаете по этому поводу? Реально очень интересно, да? Вот. Кстати говоря, пока я сижу за штурвалом. А скорости у больших кораблей в 3.14 опять же переделали. Хоть это ПТУ, но я уверен, это останется. Скорость максимально 911. У всех Андромед. Вот. В то время как у истребителей косарь с копейкой. То есть, да, вас догнать можно. Но вот убить это уже будет тяжело. Опять же, я говорил, щит третьего размера. Вот. Также места для копилотов, которые могут очень хорошо помочь вам в боевке с ракетами. Итак, верхняя турель. Взять с собой напарника, чтобы он на всякий случай посидел вместе с вами. Пошмалял из вот этой вот пушки. Которой, кстати говоря. Айть. Вот так вот. Две пушки второго размера. Нихрена они стреляют, ты глянь. Чё-то, короче, прям боевку вообще поменяли. И вон она. Мы поехали наяривать. Ясно дело, обзор у неё не 360. Вниз вы не будете смотреть. Как бы низ у вашего корабля. Это довольно-таки опасная зона, куда вам могут напихивать потихоньку. Вот. Но. Если у Андромеды снизу такая же боевая турель. Здесь дела состоят уже иначе. Сейчас мы сядем. Потому что внизу турелька довольно-таки забавная. У неё нету пушек. Но у неё есть трактор бим. Который, конечно, на данный момент вообще не работает. Когда-то он заработает. Он вообще, походу, и включать меня не хочет. Но да ладно. То есть здесь мы будем... Ну вот, камеру не крутит. С этой турели мы будем брать детали, ящики, всё, что мы там найдём. И вести прям отсюда погрузку. По сути, спереди захватил. Развернулся назад. И прям себе туда в трюм что-нибудь положил. Или кого-нибудь. Циклончик погрузить как бы. Трактор бима не работает. Но когда это заработает, это будет ещё один такой эдакий геймплей грузчика. Будем так считать. Я ещё текстуру проехал. Ну, обзор делаем на ПТУ, ребят. Как есть. Вот, далее. Всё здесь один в один. Как и у других кораблей Constellation серии. Туалет. Который спёрли. Да, ребят, привет Катласу. Теперь здесь не посрать. Ну, может быть, его добавят. К Клайву как бы. Но верните туалет, ребята. Нету его. Вот. Стол, который, наверное, когда-нибудь отсюда выйдет. Он обычно выезжает. Ну, как есть. Вот, места посидеть есть. Шкафчики повесить одежду есть. Поставить свои пушки есть. Капсулы спасательные сразу, как и кроватки поспать есть. Но самое главное, вот здесь вот. Переходим к самому интересному и вкусному. Ты глянь, какой здоровый. Здесь 168 ящиков грузится. То есть, прямо от самого низа, прямо до самого верха. Всё ящиками заставляется. Возит, да. Прилично. Реально прилично. Сюда, мне кажется, спокойно можно две усы поставить. Несколько циклонов в ряд поставить. То есть, как бы, поперевозить технику можно. Если кто-то хочет сюда попытаться запихнуть танк, либо баллисту, не выйдет. По габаритам не пролезет. Хотя, поиграть в Тетрис, конечно, можно. Как бы, чего бы нет. Можно попробовать, да? Я думаю, мы это попробуем. Вот они, наши ракеты второго размера, которые сверху. Вы это помните. Также есть штыковочные шлюзы. Работают. Не буду прыгать, высоковато. С другой стороны, всё один в один. Тоже штыковочный шлюз. Как и у всех Андромед. По-честному, я думал, его не будет. А его сделали. Прям, честно, даже непривычно столько времени пробегаешь. Потому что, примерно здесь, у простой Андромеды, уже заканчивается вся задняя часть. А ты ещё дальше бежишь. И бежишь, и бежишь, и бежишь. И сразу здесь у нас генератор гравитации. И ещё там электричество какое-то. То есть, когда-то это всё можно будет инженерам открывать и что-нибудь доделать. Далее, отсек с нашими всеми живыми деталями. Опять же, паверпланты здесь будут. Уже, вернее, стоят. Вот, ещё что-нибудь. Где-нибудь щит там заныканный. И всё в таком же духе. И отдельное место. Если на всех стеллах у нас здесь можно пересесть на маленькую же повозку под названием Мерлин. Здесь шесть ящиков дополнительно ставится. Спросите, как бы, а нафига? И там и так дофига? 168 ящиков везёшь. А как бы, зачем вот здесь вот? А это не сканируемое. Экранируем. Экранируем. Короче. Если хочешь провести контрабанду, пихай сюда. Вот так вот. Менты это не увидят. Ты переводишь здесь вот шесть ящиков. И радуйся жизни. Контрабанда! Да. Вот эта фишка у этого корабля. Специально такая есть. Вспоминаем ещё Mercury Star Runner. То же самое. Вот. Хотя из интересного... Кстати, Life Support даже здесь ещё заныканный. Интересно. А если я здесь людей буду перевозить? Пиратов? Их не просканируют? Слушай, вот это интересно. Вот это реально интересно. Как бы. А, из интересного, что хотел показать. На тему задней части как раз таки. Потому что там... Мы сначала посмотрели и так ещё подумали, как бы. А можно ли? Потому что, когда ты смотришь сзади... Вот оно сзади. У него такая же цеплялка для Мерлина есть. Как будто ощущение, как будто вот задняя часть так же раздвинется. И туда запихнётся Мерлин. А нет. Она как бы ничего не делает. Но реально корабль прям здоровый. И прям по ощущениям движок как будто побольше, чем у Стеллы. Не знаю. Он мне вот-вот почему-то так кажется. Но, конечно, задняя часть реально прям больше. Прям это видно. Огонь. Ну что ж. Вечная битва. Фрилансер Макс против Констеллэйшн Таурус. Что вы думаете? Что теперь профитнее? На чём летать? Потому что оба корабля имеют закрытый груз. То есть с этим грузом вы можете спокойно садиться на планеты. В отличие от хулов. Тех же самых. Как бы там всё будет раскрыто. И ты уже вниз не сядешь. Что думаете об этом корабле? Очень интересно послушать. Вот учитывая, что у него теперь живучесть как бы хорошая будет получаться. Я бы ставил, что Таурус, наверное, даже поинтереснее, чем Фрилансер будет получаться. Учитывая, что ещё пушки пятёрки. Как бы это прям... Это прям больно. Это прям больно. И самое главное для меня, в Фрилансере опять же тоже это теперь можно будет делать, что ваш коллега может не просто теперь сидеть, а шмалять ракетами вашего врага, который перед вами будет находиться. Это прям классно. Но это уже будет отдельное видео. Ну что ж, интересно узнать ваше мнение о этом Таурусе. Давний корабль давным-давно появился в продаже. И вот наконец до него дошли руки. Хотя, честно, я вообще не понимаю, почему только сейчас. Потому что вся серия Constellation'ов, она давно есть уже в игре. А как бы только сейчас появился Таурус. Хотя он был один из первых. Тогда ещё Феникс даже не продавался. Таурус всё время продавали. Кстати, стыковочный шлюз ещё вот наверху на крыше имеется. У всех серий. Вот как-то так. Вот такой вот, ребят, корабль. Честно, уверен, заиграет у торгашей. Как бы, конечно, следующий шаг это уже перейти на Катарпилл, это ещё больше груза водить и так далее. Но вот так вот помаленьку, помаленьку, помаленьку ты пересаживаешься на более грузоперевозимые корабли. Ну что ж, жду ваше мнение. Ставьте лайки, подписки и увидимся на канале. А кто хочет полетать на этом корабле и либо побыть частью команды на Таурусе, либо в прикрытии погонять, заходите в Дискорд. Ссылка в описании. Пока-пока.